Сейчас занимаюсь изготовлением ступеней для лестницы. Делаю все конвейерным типом, то есть все за один раз. Первым этапом я нарезал все заготовки из профильной трубы. Вторым этапом я сварил первую ступеньку на ровной поверхности и сделал из нее кондуктор для последующих ступеней. Приварил к ней такие упоры, чтобы заготовки следующей ступеньки упирались в них. Заготовки вкладываются в кондуктор, свариваются слегка, вот как здесь. Вот с одной стороны, вот с другой. Следующим этапом обварил все ступени полностью, вот так. Ну и дальше стал вырезать сетку под ступени. Сетку я сначала резал немножко меньше ступени и разрезал так, чтобы ячейки сетки оставались целыми. И во время вваривания сетки в ступеньку я ее растягивал. Но процесс этот неудобный и в дальнейшем я стал вырезать сетку чуть больше ступеньки. Опять же не разрезая ячейки сетки. Таким образом сетку чуть больше ступени можно подбить молотком или кувалдой, уменьшив этим ее размер. Поэтому если будете заниматься подобным, лучше сделать сетку больше, а потом ее усадить молотком или кувалдой. Ну и последним этапом было это приварить сетку. Вот эти выступы на ступенях оставлял для дальнейшего монтажа, как вот здесь уже на вваренной ступени я по месту подрезал нужный угол и приварил ступеньку. Ну а сейчас я буду сваривать оставшиеся ступеньки. Процесс будет ускорен, дабы не занимать ваше время. Сетку вырезаю по рамке ступеней, ничего не измеряю, прикладываю рамку и переношу размер. Как я уже сказал, нужно попасть на общую стенку в этих клетках, поэтому вот здесь ставим меточку. А здесь этот стык уходит за рамку, поэтому убираем ее и ставим там метку. Ну а позже, как я уже сказал, подбиваясь это все спокойно молотком. Ставим метку и разрезаем на стыке ячеек. Идеальной плоскости для вваривания сетки я не имею, поэтому положил две профильных трубы, сверху рамку ступеньки и вовнутрь положил сетку. Все это легло в одной плоскости, по крайней мере вот здесь и вот здесь. Сетка сама по себе немножко прогнутая, поэтому в центре она немножко ниже плоскости, по краям выше. Потом перекладываю профильные трубы снизу, смотрю прилегает ли сетка к ступеньке, прилегает ли сама профильная труба к рамке ступеньки. Если какие-то есть отклонения, подгибаю сетку, либо же прижимаю струбциной и привариваю. Приварил сетку с одной стороны, по краям еще не приваривал. И сейчас как раз покажу, как я подтягивал сетку, если врезать ее меньше размера рамки. Вот такая труба, к ней приварен упор. Желательно взять что-то плоское, какую-то профильную трубу, но я взял то, что было под рукой. Крючок с приваренной цепью к нему. Через 10 минут танцев с бубнами, вот такой вот результат. Можно еще немножко подтянуть, но в принципе и так уже можно приваривать. Минус такого метода еще в том, что до растяжения сетка плотно прилегала по бокам рамки ступеньки. А так как мы ее растянули в длину, по ширине она стала немножко уже. Сетку с другой стороны начинаю приваривать с центра. Привариваю по такой же схеме, переворачиваю ступеньку сеткой вниз. Подкладываю профильную трубу и смотрю, чтобы все плоскости примыкали. То есть профильная труба примыкала к ступеньке, сетка примыкала к профильной трубе. Если присутствуют какие-то отклонения, устраняю их подгибанием или же отгибанием сетки. В каких-то случаях использую струбцы. После приваривания сетки спереди и сзади, привариваем сетку по бокам. По краям сетку я уже просто на ощупь пальцем проверяю плоскость и прихвачиваю. Если сетка не в плоскости, беру прут и подгибаю ее в плоскость. Снова проверяю пальцем плоскость, если все нормально, привариваю. И таким же образом двигаюсь дальше. Ну а вот заготовка ступеньки, где сетка немножко больше самой рамки. Я уже несколько ячеек прибил молотком. По их деформации вы можете видеть это. А вот эти еще не корректировал. Этот вариант лучше, потому что не нужно растягивать сетку. Просто нужно немножко прибить края сетки. И она влезет в рамку ступеньки. На данный момент все ступеньки уже сварены и прихвачены в саму лестницу. Но об этом я расскажу в следующем видео. Как их приваривал, как набирал лестницу, какие размеры у ступенек. Также расскажу проблемы, с которыми я столкнулся во время монтажа. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!